я вас категорически приветствую в этом выпуске драка илона маска и марка цукерберга большое разочарование apple почему затонул титан а также как в этой трагедии замешаны boeing и nasa и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий два главных сисадмина планеты илон маск и марк цукерберг на днях сделали внезапное заявление хотим говорят набить друг другу морды причем не на почве внезапно возникшие личные неприязни а исключительно ради благотворительности трачливые магнаты договорились что мега битва состоится в лас-вегасе есть там спецарена на который проводят турниры по смешанным единоборствам услыхав такое в чат стремительно ворвался дана уайт президент федерации ufc он на самом деле дейна но в рф виднее как его зовут мистер уайт мигом подсчитал что такое мега матч может принести денег втрое больше чем бой флойда мэйвейзера и конора макгрегора который на сегодняшний день является самым прибыльным за всю историю единоборств замес между флойдом и конором в 2017 году собрал приготовься больше 600 миллионов баксов но разве могут сравниться звезды спорта с двумя натуральными динозаврами соц сетей тут считает дана можно срубить полтора миллиарда и это минимум что касается боевой подготовки цифровых атлетов на стороне илона маска опыт и масса он на 12 лет старше марка и на 11 кило тяжелей ну то есть гражданин маск он вообще из другой весовой категории он когда-то немножко занимался карате немножко тэквондо немножко за до немножко дзюдицу ну правда в последние годы в основном бьется с идиотами в твиттере в комментах сражается как лев а вот гражданин цукерберг напротив тренировок ни разу не прекращал кстати он на самом деле закер берг но русским приятнее называть его цукербергом тренируется марк с опытным инструктором по смешанным единоборством ну вот даже запись этого увлекательного процесса имеется глядя на эти кадры может показаться что марк далек от подобных видов спорта но сам цукерберг утверждает что является жестким фанатом рукопашного боя вот прошлой осенью например выкупил все билеты на турнир UFC fight night и смотрел бой практически в пустом зале на пару со своей женой короче все уже было на мази все было готово к добротному махачу и вдруг случился настоящий форс-мажор в соцсети зашла мама илона маска мама тут же строго-настрого запретила мальчишкам друг другом мутузить а взамен предложила провести интеллектуальный поединок ну чтобы илон и марк сидели друг напротив друга на стульчиках и обменивались особо умными колкостями однако илон только усилил накал тренировок натурально взялся за дело с удвоенной силой очень сильно хочется ему ушатать этого дешевого инстаграмщика и он даже маму не слушается хочется верить что драка промеж самых известных айти миллиардеров все-таки состоится ну и конечно ждем ответного хода со стороны мамы цукерберга а вот новости из яблочных садов тима кука не самые кстати для него приятные в прессу просочилась информация о том что еще совсем недавно apple была полна радужных надежд и ожиданий корпорация вынашивала планы продать за первый год не менее миллиона своих новых vr очков однако после недавнего анонса амбиции пришлось немножко прикрутить а прогнозы чуть-чуть подкорректировать сперва объем предполагаемых продаж подкорректировали до 300 тысяч экземпляров а потом открутили вообще до каких-то жалких 150 тысяч штук что для apple мягко говоря не густо со времен первого айфона каждый новый девайс от apple гарантированно становился хитом продаж а тут вдруг такой поворот и сокращение прогнозов считай на порядок возможно нехорошую роль сыграла высокая цена vision pro продавать чудачки хотели за 3500 американских долларов а тимофей кук впрочем не унывает и недостающую выручку планирует добрать с лохов которые эти очки все-таки купят счастливым обладателям vision pro тимофей предложит дополнительные аксессуары ну тут сразу вспоминается известный анекдот про то что для увеличения надоев коров надо поменьше кормить и почаще доить вот кстати гражданам со слабым зрением но это которые носят очки с диоптриями придется раскошелиться на дополнительные линзы стоить они будут от 300 до 600 бакинских еще на 85 баксов потянет кабель под зарядки но это же давно всем известно что какое-то выгодное дело торговать проводами а вот сколько брать за увеличенный аккумулятор и это в apple пока что не решили ну оно и понятно вопрос серьезный тут продешевить никак нельзя но при этом хоронить vision pro разумеется никто не спешит все же apple это одна из главных айти контор современности и когда ей на девайс поступит в продажу ну мы конечно немедленно его прощупаем своими цепкими лапами ну и ты уже я слышу спрашиваешь это все понятно а чё там случилось с глубоководным титаном почему он затонул и я тебе незамедлительно отвечу но не сейчас сейчас мы посмотрим что сегодня попало в цепкие лапы казалось бы премьера мега популярного сериала the boys состоялась много лет назад однако известный романтик дементий никак не может забыть красотку старлайт которую там сыграла одаренная актриса эрин мариарти и вот сейчас чтобы хоть как-то скрасить ожидания четвертого сезона дементий обзавелся вот таким портретом звезды выполненным из нити с помощью набора ринг стринг разумеется заплести подобным образом можно любой портрет они только симпатичные звездочки поэтому такой набор универсальный подарок особенно если требуется презент прекрасной даме не безразличной к творчеству и медитации рабочий процесс прост и понятен берешь набор заходишь на сайт загружаешь туда нужную тебе фотку обратно получаешь голосовую инструкцию и начинаешь действовать по ней легко и безмятежно протягивая нить в нужную сторону художником для этого быть не надо задачей справиться любой в комплекте имеется все необходимое и даже коробка превращается в удобный мольберт нахватить такой творческий подарок можно по ссылке под роликом на официальном сайте дари красивые подарки а с кодом опер еще и получишь скидку в 15 процентов компания msi регулярно выпускает топовые пк и могучие ноутбуки но не забывает она и о простых пк боярах которые не любят возиться с настройками пытаясь выжить ну хотя бы еще парочку кадров в секунду пк бояре хотят просто нажать на кнопку и зарубиться во что-нибудь ты такая в свое удовольствие так вот именно для таких камрадов у мсi есть линейка игровых пк мег инфинит с 3 конкретно вот этот экземпляр составлен на основе 610 набора интеловской логики шестиядерной пятерки из семейства raptor lake ну и все еще актуального geforce rtx 3060 с 8 гектарами видеопамяти на борту для того чтобы эта железная троица могла в полной мере раскрыть свой потенциал в конфигурации предусмотрено 16 гигов оперативки и терабайтный твердотельник ну со временем понятно надо будет поставить в систему еще парочку жестких дисков на одном терабайте сейчас нормально не развернешься но для начала вполне достаточно и этого все комплектующие ну естественно производство м с ай подобрана они оптимальна дабы можно было прямо из коробки подрубить системник к сети и без ковыряния в настройках немедленно начать им пользоваться внешне инфинит с 3 прекрасен дизайн корпуса стильный и агрессивный с обязательной прозрачной боковой панелью ну правда подсветки тут самый минимум так что если ты любишь чтобы системник сверкал как новогодняя елка данный вопрос придется решать самостоятельно вот таким образом у msi получилась добротная игровая машина доступного по нынешним меркам класса оригинальность данной сборки в том что видеокарта и твердотельный диск напрямую увязаны с процессором линиями pci express 5 поколения а вот чипсет поддерживает только pci экспресс 4 ну что позволило немного срезать ценник в то же время выделив скоростной канал связи для важных в играх компонентов но самое главное преимущество готового пк от солидного производителя в том что внутри корпуса будет сбалансированная конфигурация целиком собранная из совместимых и надежных комплектующих кстати чтобы картинка в играх натурально радовала глаз можно нахватить и вот такой монитор от msi изогнутый экран выдает разрешение 2к диагональ почти 32 дюйма углы обзора широкие скоростные характеристики приличные отклик всего одна миллисекунда а предельная частота достигает 165 герц ну то есть вполне подойдет для игр на высоких настройках узнать где все это можно нахватить а также ознакомиться с ценником можно по ссылке под видео ну а теперь давай снова занырнем в мрачные пучины технологии а именно погрузимся в подробности трагедии которая приключилась с аппаратом титан многие по совершенно неясным причинам называют этот титан батискафом это никакой не батискаф нормальный батискаф это батисфера то есть стальной шар закрепленный под здоровенным поплавком с бензином такие конструкции широко применялись до 80-х годов прошлого века но благодаря достижениям науки и техники современные погружаемые аппараты на батискафы надо признать тоже не сильно похожи ну да вернемся к титану 18 июня 2023 года он погрузился в глубины атлантического океана чтобы показать пассажирам затонувший пароход титаник однако вскоре связь с аппаратом прервалась очень быстро стало ясно что погружение пошло не по плану и на поверхности приступили к спасательным мероприятиям которые увы успехом не увенчались но давай обо всем по порядку аппарат был спроектирован и построен компанией очень гейт руководил компанией американский гражданин стоктон рэш жизнь стоктон вел активную с юных лет стремился к покорению высот и глубин в 12 лет нырял с аквалангом в 18 получил лицензию пилота потом окончил принстонский университет по специальности авиастроения и трудился в конторе под названием макдоналд даглас испытывая истребители f-15 а в 2009 году организовал ну как это сейчас модно говорить стартап под названием ужин гейт после чего энергично занялся подводным туризмом регулярно показывая состоятельным гражданам кто проживает на дне океана погружение гражданин рэш осуществлял на самодельном глубоководном аппарате который сперва назывался циклоп 2 это потому что у него был один иллюминатор кстати циклоп по-русски это круглоглазый а не одноглазый но тут все удачно сочеталось потом аппарат переназвали в титан ну это потому что у туристов особой популярностью пользовались экскурсии к легендарному титанику титаник лежит на дне морском на глубине 3800 метров 4 километра это очень серьезная глубина туда далеко не всякая спецтехника доберется а титан легко и просто совершил к титанику целую серию погружений по ходу таская взад-назад небольшие группы состоятельных туристов билеты на зоныр уходили по 250 тысяч долларов при такой цене никакого особого комфорта и живописных видов туристам не обещали как раз наоборот в ходе погружения надо было десять часов сидеть скрючившись на полу а по прибытии на место по очереди смотреть через единственный иллюминатор напротив которого был крайне разумно и удачно вмонтирован подводный гальон управление титаном было устроено крайне оригинально с помощью модифицированного геймпада logitech геймпад неплохо смотрится рядом с компами и горьков но никак не внутри судна предназначенного для глубоководных погружений с людьми на борту особой гордостью создателей был цилиндрический корпус аппарата состоявший из 480 слоев углеволокна намотку этих слоев производили разнонаправленно ну как в крыльях современных авиалайнеров толщина стенок из углеволокна было примерно 120 миллиметров для малограмотных это 12 сантиметров с двух сторон в углепластик были вплавлены два фланца из титана на которые болтами прикручивали полусферические крышки тоже титановые как вся конструкция выглядела но можешь рассмотреть в деталях залезаешь внутрь крышку снаружи прикручивают болтами и пока не открутят ты оттуда не вылезешь примечательно что директор подводного стартапа пока еще был живой радостно вещал что раздобыл углеволокно с большой скидкой запасы лежалого угловолокна говорит валялись на складах боинга и для производства самолетов уже не годились поэтому их удалось прикупить за дешево кстати оушенгейт гордо заявляли что разрабатывать аппараты им помогали специалисты из наса вашингтонского университета и боинга однако после трагедии уважаемые организации начали решительно отрицать какую-либо связь с данным проекта ну и понятно с утопшего директора взятки гладкие а вот с боингом можно еще и посудиться заодно узнать кому это они там не ликвид со складов продают были в конструкции титана и другие интересные моменты например на борту не было аварийного буйка который в случае чего должен всплыть на поверхность и автоматом передавать сигналы бедствия это не говоря уже про батискафный поплавок с бензином который поднимает нормальный батискаф на поверхность после сброса балласта не было у титана и собственной навигационной системы его местоположение вычисляли на борту сопровождающего надводного судна а сигналы снизу передавались исключительно короткими текстовыми сообщениями при этом связь с поверхностью часто терялась и аппарат шел на погружение натурально вслепую говорят именно по причине неполного комплекта обязательного оборудования титан так и не получил сертификат морского судна и в целом выходить в море не имел права но за такие деньги на протяжении 13 удачных погружений это вообще никого не волновало работала все это благодаря примитивной юридической лазейки из порта титан вывозили на грузовом корабле ну и формально получалось так что он шел порожняком без пассажиров поэтому никакой сертификации на него не требовалось а погружение с туристами проводили уже в международных водах где спросить с этого оушенгейт было вообще некому ну и к тому же все пассажиры обязательно подписывали бумагу в которой было четко прописано что это экспериментальный аппарат не имеющий сертификата безопасности и что в случае чего все могут получить травмы или даже погибнуть 6 титановых экспедиций пришлось на 2021 год еще 7 на 2022 после серии погружений на фланцах аппарата обнаружились усталостные деформации и корпус то ли был частично отремонтирован то ли вообще заменен полностью тут показания свидетелей разнятся короче есть вероятность того что в последний 14 поход отправился не совсем тот титан который опускался на глубину предыдущие два года в трагической экспедиции не повезло оказаться на борту следующим гражданам это британский миллиардер хэмиш хардинг солидный пакистанский бизнесмен по имени шахзада давуд и его сын сулейман французский исследователь с мировым именем поль анри наржале ну и сам директор оушенгейт который лично управлял аппаратом интересно все этот стоктон раш прямой потомок сразу двух отцов основателей сша бенджамин раша и ричарда стоктона а его супруга уинди раш праправнучка исидора штрауса который вместе с женой идой тонул на титанике в далеком 1912 году эта пара самых богатых пассажиров даже была показана в известной картине джеймса кэмерона кстати кэмерона как крупного специалиста по титанику тут же атаковали журналисты гражданин кэмерон более 30 раз лично опускался в океанскую бездну дабы лицезреть затонувшее судно и даже заснял об этом серию документальных фильмов по словам кэмерона он сразу решил что использовать углеродное волокно это дурная идея и сейчас сожалеет что не рассказал об этом сми как знать возможно поднялась бы шумиха и люди остались бы живы проблема углеволокна говорит джеймс кэмерон в том что она слоистое и многократные перепады давления обязательно приведут к появлению микротрещин но джеймс подумал что в оушенгейт разработали какую-то инновационную технологию раз уж они считают судно безопасным и он как подводник любитель не должен лезть в этот вопрос со своим мнением впрочем там и без камерона было кому поднять бучу еще в 2018 году контора оушенгейт судилась со своим бывшим сотрудником директором по морским операциям дэвидом локриджем локридж предал огласке многочисленные проблемы аппарата например рассказал о том что иллюминатор рассчитан на погружение до глубины в тысячу триста метров ну то есть в три раза меньше чем требовалось дэвида сильно тревожила что оушенгейт не сертифицирует титан в профильных ведомствах и отказывается сканировать корпус аппарата на предмет пустот и трещин ссылаясь при этом на то что обшивка для этого слишком толстая когда же дэвид отказался подписывать инженерные расчеты его тут же уволили чтобы не источал негатив и не мешал людям работать ну а в итоге похожее случилось именно то о чем предупреждали эксперты углеволокно не выдержало давление корпус мгновенно схлопнулся после чего его обломки усеяли дно неподалеку от ржавых останков титаника ну хорошо хоть все погибли мгновенно и без мучений непонятно только зачем на фоне всей этой трагедии как-то совершенно нелепо выглядит история геймпада от компании logitech которая уже совершенно точно не принимала участие в разработке титана однако случилась трагедия и акции тут же просели на 12 процентов ну и за многочисленных упоминаний в сми кстати геймпад нашелся ну вот он лежит себе на дне целый судя по всему невредимый но акции logitech до сих пор не подросли потому что всем теперь понятно кто тут виноват но не боинг же в самом-то деле или какая-то там наса да и кто бы вообще мог подумать что нырять на 4 километра в самодельном баке из списанного углеволокна может оказаться опасным особенно для миллиардеров которые как известно люди очень умные и сильно себя берегут она эван как получилось кстати что то не слышно дружного воя по поводу билетов за 250 тысяч долларов лучше бы раздали пенсионерам или там построили школу поликлинику никак нет это же личные деньги миллиардеров им умнейшим людям виднее что со своими деньгами делать это вам не коммунисты поганые чтобы на всех поделить что тут можно сказать берегите себя и близких как в той песне будь осторожен следи за собой она сегодня все до новых встреч субтитры подогнал «Симон»